Нематический пистолет-пулемет от Юмор-Экс Стилшторм. Поставляется в картонном ящике. Внутри у нас паспорт-инструкция на многих языках, включая русский, и сам пистолет-пулемет. У данного изделия имеется боевой прототип, это МП-7А1 от Хеклер и Кох. Ну, похож он, не знаю, напишите насколько он похож, насколько не похож, мне кажется, очень уж так отдаленно. Он полностью пластмассовый, за исключением, пожалуй, каких-то винтов, пружин, ствола, разумеется, длиной 380 миллиметров, масса 1250 грамм. Довольно удобная рукоять, хочу заметить, при этом одной рукой вы спокойно дотягиваетесь до всех органов управления, а здесь всего парочка. Переводчик огня и предохранитель. Кстати, МРХ одна из немногих компаний, которые продолжают следовать своему кодексу, они не покупают там у китайцев готовые пистолеты и не продают под своим брендом, у них всегда новые разработки. Это, мне кажется, очень похвально. Считаю, что подобных производителей следует поддерживать, и это, наверное, их одна из самых сильных сторон. Плюс, в последнее время все продукты МРХ достаточно высокого качества. И вот очередное удачное решение, поскольку изделие имеет автоматический режим, китаться он будет от двух баллонов. И вам не придется, как в случае с какими-нибудь УЗИ, допустим, от того же Гличера или Свисарм, одна обоима один баллон. То есть вы будете заниматься не постоянной перезарядкой, а более-менее постреляете. При этом это важно именно для стрельбы в автоматическом режиме. Далее следует отметить, наверное, наличие планок вивера сверху и снизу. Вы сможете его подзатюнить, поставить, допустим, коллиматор и лазерный цель указать. Все никак будет повеселее. Стрелять он будет достаточно дешевым боеприпасом. Это стальные шарики. Масса у них 0,35, калибра 4,5 миллиметра. Бонус их дешевые. Правда, летят не очень кучно. То есть оружие будет работать на дистанции до 10 метров, но зато они распространены. Ну и с учетом, что стрельба будет вестись в автоматическом режиме, их нужно будет очень много. Советую внимание также обратить на процесс зарядки. Вы прям засыпаете полностью верхнюю камеру и очень долго не придется перезаряжаться. То есть одно сплошное удовольствие, если можно так сказать. Попробуем все-таки поверить скорость. Вполне нормальная скорость. Хватит, чтобы там простреливать на свалках мониторы, поколоть стеклянные бутылки, жестяные банки и так далее. В общем, изделие чисто для фана, как говорится. Возможно, искушенных стрелков не заинтересует, но думаю, начинающим и детям будет очень интересно.